Здравствуйте! В эфире программа «По существу». Меня зовут Галина Титарчук. И сегодня у нас в гостях главный врач Республиканского Центра по профилактике и борьбе со СПИД, инфекционными заболеваниями, Алексей Алексеевич Щербаков. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня дата важная. 1 декабря мы всегда вспоминаем про ВИЧ, про СПИД и тех, кто заражен. И все люди в обществе обращают внимание на эту проблему именно в этот день, особенно пристально. Как Вы считаете, значимость этого дня вообще в целом для нашего общества? Проблема борьбы с ВИЧ-инфекцией остается актуальной в любое время, не только в этот день. Но 1 декабря Всемирная организация здравоохранения сделала днем борьбы со СПИДом. Сделано это для того, чтобы привлечь внимание всего общества к этой проблеме и помочь ей решению. Значит, проблема ВИЧ-инфекции заключается в своей важности и в том, что у нас единственная против только ВИЧ-инфекции принята государственная стратегия борьбы с ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации. Ни против гриппа, ни против других инфекционных заболеваний, ни против инфарктов. Такой программы нет, то есть кардиологической. Это говорит еще раз о важности данного мероприятия. И вот я хочу отметить, что вот 2017 год, он можно сказать, счет назвать, год точкой отсчета. То есть мы вот эту программу должны выполнить, и цель программы основная, чтобы добиться снижения заболеваемости ВИЧ-инфекции. И мы должны к 2020 году, то есть заболеваемость у нас должна пойти на обувь. Ну тогда какая ситуация сейчас в нашей республике? Как это дела? Ну ситуация сейчас у нас в общем-то довольно напряженная. Несмотря на то, что наша республика заболеваемости, пораженность ВИЧ-инфекцией в 3,2-4 раза ниже, чем в Российской Федерации, у нас происходит последние три года рост заболеваемости. Это очень тревожит и настораживает. А в связи с чем рост заболеваемости тогда у нас? Рост заболеваемости отмечается практически, ну не так много путей передачи ВИЧ-инфекции. Значит, на первом месте у нас в нашей республике стоит половой путь. На втором, значит, путь через наркотики. Вертикального пути я хочу отметить, это большой успех благодаря наших медицинских работникам. Вертикальный путь от матери к ребенку у нас последние два года вообще не регистрировался. С чем это все связано? К сожалению, сейчас у нас появились новые наркотические препараты, новые пути передачи. И вот эти наркотические препараты, которые раньше у нас были героинового ряда, то есть заражение у нас происходило при только парентеральном введении наркотиков, то современные солевые препараты, которые, ну, допустим, солевые, другие, они применяются и другими путями, они резко повышают половую активность наших наркоманов. И заражение происходит от людей, которые когда-то заразились ВИЧ-инфекцией, употребляют наркотики половым путем. Ну, а правда тогда, что в основном это люди, которые ведут аморальный образ жизни, а социальный какой-то, или все-таки среди благополучных? Вот нельзя так никогда сказать, что ВИЧ-инфекцией – это именно люди, которые ведут социальный образ жизни. Разные люди есть. Как и при всех болезнях, которыми люди болеют. Есть люди, действительно, которые когда-то употребляли наркотики. Как правило, как они становятся к нам на диспансерный учет, начинают лечиться, с наркотиками это несовместимо. Есть люди, которые, ну, действительно ведут аморальный образ жизни. Ну, бывает такое. Но все они наши пациенты. И нельзя сказать, что вот ВИЧ-инфекцией – это кто-то, ведущий аморальный образ жизни. Это обычные граждане, которых мы, как и всех, должны лечить. И они все разные. Со всей республики к вам приходят люди, чтобы провериться, или вы работаете с городом? Нет, мы работаем со всей Чувасской республикой. Приживания к нам приезжают из других регионов. То есть все жители Российской Федерации могут проверяться бесплатно. Но есть такое тоже мнение, оно не совсем правильное, что надо обследоваться обязательно в Центре СПИД. Значит, каждый человек может обследоваться по месту жительства в своем лечебном учреждении. И сделать это бесплатно. То есть тот человек, который следит за своим здоровьем, обязательно должен… Да, вот мы сейчас вот неделю обследуем на ВИЧ-инфекцию, значит. Мы тоже обследуем, выезжаем на какие-то объекты. Вот мы аж техниками недавно выезжали, проверяли. Но все люди имеют право обследоваться по месту жительства в поликлинике анонимно, с дотестовым и послетестовым консультированием. Очень много мифов, связанных с СПИДом и с ВИЧ. Да. Больше стали знать? Я немножко еще на мифах хочу остановиться. Знать стали больше. То есть где-то, по данным респондентов, 84% населения, они знают пути передачи ВИЧ-инфекции, где можно обследоваться. Это вот основное. И как можно, значит, не заразиться? Это основное, что надо знать. А еще мифов, если говорить, я очень хочу, боюсь вот такого мифа, что считается, что ВИЧ-инфекция в последнее время стала вот такой, даже в средствах массовой информации, что что главное сделать? Главное пойти и обследоваться на ВИЧ, а дальше вам все будет нормально и будет хорошо. Это неправильно, поймите, пожалуйста. Значит, ВИЧ-инфекция – это тяжелые инфекционные заболевания. Тяжелые, еще раз повторяю. И летальная смертность там довольно приличная. Но если лечиться, человек, естественно, не умрет и будет всю жизнь лечиться и чувствовать себя нормально. Но не надо думать, что это хорошо. Просто каждый человек должен знать свой статус. Если люди в свое время становятся на учет, мы действительно продлеваем качество жизни, и человек может жить в неопределенный срок. А если человек хочет сдать тест на ВИЧ, может быть, получить какую-то консультацию, когда и куда он может прийти, помимо своего терапевта, если, например, он давно не был, там не наблюдается? Нет, у нас наш центр, он открыт для всех. То есть, вот, как в эту неделю, так и в любое время, человек может обратиться в центр СПИД, проспект Ленин, 32, и обследоваться на ВИЧ-инфекцию. Уважаемые жители нашей республики, я хочу отметить, что ВИЧ-инфекция – это не кара небесная. Если человек соблюдает все правила, ведет здоровый образ жизни, верен своим принципам, любит свою семью, то, значит, ВИЧ-инфекцией заразиться невозможно. Если вы заразились ВИЧ-инфекцией, мы приглашаем всех к нам в центр. Мы вам поможем. Спасибо большое, Алексей Алексеевич, за интересную беседу, на все вопросы вы ответили. Надеюсь, что работы у вас будет меньше, больных у людей у нас тоже будет меньше. Есть здоровье всем нам. Спасибо, нам бы тоже этого очень хотелось. Спасибо большое. А я с вами прощаюсь. Это была программа «По существу». До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова